Здравствуйте, хорошие люди! Сегодня мы с вами находимся на кладбище, где нашли свое последнее присталище наши родители и брат моего мужа. Вот это место, где похоронены мои свекоры, свекровь. И вот тот венок, который мы привезли с собой, который будет лежать здесь всю зиму. А через одно место здесь нашел свое последнее пристанище, мой деверь, брат моего мужа. И вот это его последний дом. Вот так мы это все посадили, украсили, сделали, как смогли. А сейчас я хочу прогуляться и показать вам, как выглядит кладбище в Германии. В любой день, когда бы вы не пришли, всегда это выглядит вот так. Нет никакой травы. Каждая семья украшает место захоронения своих близких родственников. Вот как-то так. Очень нравится мне вот эта волна или текущая речка по мраморной плите, засаженная уже свежими цветочками к зиме. Ну, тут еще летняя посадка. И вот тут тоже речку сделали, но совсем по-другому. Когда мы начинали выбирать, как мы сделаем могилу наших родителей, то мы ходили везде и смотрели. И... Ну, здесь вот рядами посеяны. Сейчас мы пройдем еще к одному месту. У меня немножко давит мое очередное задание, о котором я вам не говорила. Еще вот летняя посадка. Все так еще красиво выглядит, что жалко убирать. Все еще... Погода еще такая, что все еще цветет, видите? И все... И все облагоухает, все цветет. Все очень-очень ярко, красиво. Видите, какая красота кругом. Здесь есть один памятник. Он мне очень-очень понравился. В прошлом году я его увидела. Вот так выглядит кладбище в Германии. Вот про этот памятник я вам говорю. Здесь нет ничего лишнего. Одна шаля. Или вот такая... Горшок, можно сказать. Здесь есть ваза. Вот это второй горшок для посадки. И посмотрите, какой ангел. Замечательный-замечательный ангел. 67-го года Даниэла. Совсем-совсем молодая. В 16-м ушла. Ну вот так. У каждого есть свое оформление. Вот здесь маленькая шалька стоит. И ангел. В ангел можно и свечу поставить. Так он сделан. Все оригинально, красиво, хорошо. В прошлом году я увидела вот это дерево эвкалипта. Вы знаете, для меня это было откровение и открытие. Не знаю, как это назвать. Эвкалипт из север Германии. Растет. Вот этот памятник я увидела в прошлом году. На нем написано Солдат Григорий Синичников 23-го, 3-го, 0-5-го, 30-го, 5-го, 43-го. Написано Орлов или город Орлов. Но у нас нету Орел. О, Ор, Русланд. И вот сюда я принесла свой букет. А вот здесь место захоронения священников. Всех, кто относится к церкви покоится вот в этих могилах. Пройдем еще немножко по кладбищу и посмотрим, как это все выглядит. Заметт. Вот здесь написано фамилия Франц Фридрих, без имен, и все, кто относится к этой фамилии, наверное, лежат здесь. Это такие мои предположения. И вот здесь опять. Разделено пополам, половина посажена, половина засыпана. Вот здесь очень красиво. А здесь даже парусник есть. Вот здесь давно никто не был. Это сразу-сразу видно. Стоят искусственные цветы. И провалилась могила. Сделали сразу. И решили, что на века. Там, где ухаживают, сразу видно. Все подрыхлено, все красиво, все аккуратно. Ну, вот мы вернулись опять к своим. Считаю, что выглядит очень прилично и достойно все наше великолепие. Ну, вот как-то так. Ну, вот родители. Мы идем дальше. Мы идем дальше. Уже ближе к выходу. Видите? Мусора нет, травы нет. За всем этим ухаживаю. И вы каждый год ни за что не платите. Один раз вы заплатили за землю. И все это будет присмотрено, ухожено. И выглядит прекрасно. Посмотрите, как приятно смотрится. Вот такая игра красок. А вот здесь уже нюти на глазки посадили в сине-белых тонах. Видимо, любимый цвет. Эту могилу я показываю каждый раз. Она по дороге. К выходу. Сейчас я заметила еще одну очень красивую старую могилу. И хочу до нее дойти. Вот здесь все свободные места. Вот. Вот тут. А вот тут применили искусственный тепель. Вот это вообще-то в Германии не приветствуется. Вот мы пришли. Ройштейте. Ройштейте. И здесь в Фон Хейвен. Это уже дополнительное захоронение. Люди все убирают. Пришли, скоблят, садят. Что-то новое. Что-то. Вижу еще один крест, которого я не видела. С распятием. Очень красиво выглядит. Сейчас мы пройдем. Вот тут, видите. Хофборг. Видимо, они какие-то родственники между собой. Потому что объединили две могилы. И украшения одинаковые везде. Камни одного цвета. Хотя разной формы. Вот это мне тоже очень нравится. Памятник такой. Под вид коры. И корой подсыпано. Очень много красивых захоронений. Терфамилия. Капитан Йоханнес Дирк. Капитан Йоханнес Дирк. В 61-м году похоронили. Но сейчас переделали, конечно. Видно, что это все такое свежее. Иисус Христос. И вот тут тоже. Скромно. Но давно никто не был. Потому что цветоносы у суппулентов можно было обрезать раньше. А вот тут все очень просто. Батс-батс-и-фертих. Вот так. Хройштейте Меринг. Вот опять этот крест с морским якорем. И мы идем дальше. И тут очень красиво. Уже свежая посадочка. Хотя желтые цветочки не убрали. Это хоза ронкнутся. Они вымерзнут. Вот тут катастрофа, я вам скажу. Для моих глаз. Там дальше тоже старинные захоронения. Но мы едем дальше. У нас сегодня встреча нашей фамилии. Нашей семьи. Все три брата собираются вместе. В гости. Какая красота. Ну вот мы и побывали на очередном свидании с нашими родственниками. Меня это поражает. Но я должна это увидеть. Смотрите. Видите, какой красавчик. Вот все ли цветочки. Посаженные дорожкой. Всем всего доброго. Всем здоровья, дорогие мои друзья. Не забудьте ставить лайки в конце просмотра. И до новых волнующих встреч на моем канале. Живите долго и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok